начали окей то вообще ознакомиться с понятием что такое машин ленинг о чем это все они встречались не знаю может уже куда были готовы проекты университете что делали есть понимание можете руку поднять если есть один человек 2234 отлично как-то неуверенно рука была поднята окей теперь поднимите руку кто помнит что такое оптимизация поиск минимум максимума функции производная е шикардос тогда у нас chain rule взять и производная сложной функции помните шикардос ну тогда мы сейчас вообще очень прогоним смотрите я понятное дело не смогу вас научить машин ленингу за наши пары я дам скорее такой базовый introduction общих частей примерно как это работает на уровне черных ящиков с некоторым небольшим погружением внутрь когда черный ящик между собой стыкуются и как это реализовано ну собственно на платформе spark так чтобы могли сами написать какую-то программу на основе ну собственно этих блоков ну давайте начнем основные задачи которые решаются машина обучение понятным причинам намного больше но я тут выделил и самые типичные можно подразделить на два основных класса это когда у нас есть разметка данных и когда у нас нету разметки ну то есть у нас есть данные и под разметка понимается что если нас есть картиночки например и мы знаем что на картиночках есть котик собачка или лисичка не знаю например или у нас есть логи пользователя мы знаем что вот он вот этот юзер кликнул на эту рекламу на эту не кликнул вот и вот какой-то reaction action наличие объекта но называется лейблом ну собственно в связи с этим у нас есть две основные задачи которые решаются в этой ветке это либо задачи классификации когда у нас конечное количество лейблов но на приставлены либо в виде номинативной переменной про который раз говорил на про на прошлой лекции например мужчина женщина и нужно определить не знаю это мужчина или женщина или я не знаю это кот собак или кликнул или не кликнул либо как задача регрессии например если мы работаем на бирже и нам нужно предсказать цену акции изменить цены акции или например нам нужно если мы работаем не знаю ритейле определить какую-нибудь цену на товар или не знаю цену на квартиру второй класс задач это super wise задачи то есть когда у нас изначально нету разметки но мы что-то все равно хотим делать что мы можем хотеть делать во первых мы можем хотеть кластеризовать данные то есть мы пытаемся найти какие-то скопления грубо говоря мы можем мы пытаемся найти какие-то какую-то структуру в данных и кластера это как раз ну какие-то более похожие скопления данных друг на друга чем внутри кластер чем на другой кластер ну то есть тут понятно что вводится какая-то метрика расстояния между объектами но какие кластера у нас получаются это уже зависит от алгоритм который мы используем ну то есть там дефолтные алгоритмы например находят какие-то по каминца сферические кластера если мы используем какой-нибудь дабы скан это уже алгоритм который позволяет нам находить некоторые плотности точек то есть ну тут все зависит от того как мы подходим к решению задачи как мы представляем данные дэмэшен или редакшен это когда мы когда у нас есть ну довольно большой довольно больше данные высокой размерности что такое размерность вы понимаете ну смотрите например вот у нас есть давайте на примере сразу объясню вот у нас есть квартира да например нам нужно определить стоимость квартир давайте на супер вас ленинги покажу будет намного проще и мы хотим описать у нас есть какая-то функция и мы хотим используя параметры квартиры например это что может быть не знаю место положения этой квартиры наличие рядом садика это наличие близость к метро в расстоянии это время владения это там таких параметров можно придумать очень много и вот грубо говоря количество параметров задает нам ну собственно размерность наших данных грубо говоря это количество аргументов функции которые мы пытаемся ну собственно за фитить собственно нашу закономерность и я дальше к этого коснусь если у нас у нас таких переменных может быть не 10 не 15 не 20 например миллион вполне такое может быть ну я думаю вы уже начать начинаете догадывать что если у нас миллион аргументов то у нас могут быть начинаться некоторые математические проблемы это проклятие размерности это не то что у нас отличается если мы решаем задачу оптимизации что нас количество аргументов больше чем количество уравнений что не привод не единственности решения и все вот это не очень хорошее и мы обычно хотим снизить размерность и вот одна из таких задач когда мы можем перейти какое-то другое пространство меньше размерности которая сохраняет как раз сохранять информацию из базового пространства и некоторые отношения называется dimensional reduction также это еще используется для визуализации то есть когда у нас есть многомерное пространство мы хотим визуально проанализировать какие-то закономерности в данных мы также можно проецировать в 2d или в 3d просто пространство и посмотреть глазками что у нас там происходит и и третий класс задач это anomaly detection ну он довольно типичен для всяких money мониторинговых систем ну например вот у нас есть огромный кластер из машин и на вычислительных тачек и нам нужно понимать что что-то пошло на природе так не знаю там где-то подрос трафик где-то на по наоборот упало время ответа сервера и вот нам нужно научить алгоритм детектировать такие аномалии собственно эту задачу можно решать как super wise ну чаще всего в базовом варианте и решают как on super wise то есть когда мы собственно анализе анализируем некористические свойства и на основе этого принимаем решение окей ну вы был то есть просто я на всякий случай вам напомню с предыдущей лекции какого бываю какие бывают типа в переменные ну собственно это может быть как применимо как для таргета так и для фичей фичами это называется фичерс такой не знаю калька с английского слова параметры и на русский часто так называют ну как раз переменные которым для функций которые мы пытаемся описать какую-то закономерность дальше остановимся подробнее на задачи и на пайплайне super wise learning потому что он встречается чаще всего и наиболее понятный с точки зрения ну объяснения и имплементации он состоит из следующих частей сначала у нас есть некоторые сырые данные ну то есть обычно как бы большой вопрос вообще как вы получили даже сырые данные то есть например часто бывает такая ситуация что у вас нет вообще в принципе никаких данных вам нужно их скрапить вот ну предположим что нам повезло и у нас есть какие-то изначально сырые сырые данные например могут быть логи пользователей это картинки которые не загружают на какой-нибудь сайт или не знаю там логи логи транзакции в интернет-магазине то есть ну то что как бы собственно логируется на фронте и на бэке какое-то чаще всего это либо поведение либо как контентное взаимодействие дальше что нам нужно сделать нам мы же не можем просто взять джейсона или картинки или я не знаю там логи не знаю джинкса и скормить это алгоритму но он к сожалению настолько умный он не по его не поймет поэтому нам нужно превратить эти сырые данные в некоторое стандартное представление с которой он собственно алгоритм сможет работать в данном случае этап называется фичи экстракшен то есть когда мы ну чаще всего мы применяем наш интеллект и знания доменной области для того чтобы из сырых данных выделить значимые признаки которыми мы считаем должны влиять на целевую переменную целую переменную как рассказал может быть то что мы хотим предсказывать например под покупку добавление товаров корзину клик на рекламу ну и так далее вот и ну собственно превращаем старые данные в числа в некоторую числа в числовую форму ну и генерируем target то есть что мы хотим предсказывать ну собственно когда у нас получается уже такая табличка где у нас есть наш за экстракт чин и признаки и сгенерированный target ну то есть мы можем уже применить некоторый алгоритм который попытается выучить закономерность ну грубо говоря по фичам который мы сгенерировали научиться предсказывать то что мы хотим собственно оптимизировать дальше у нас есть некоторая выученная закономерность которую ну когда представлен виде какого-либо не знаю там бинарного файла 1 сервиса все зависит от имплементации в которой поступают новые данные которые модель не видела и она на новых данных уже ну собственно предсказывает нам то что мы хотим ну собственно а ну извините забыл сказать что сначала мы конечно же делаем оценку качества этой полученной модели это как раз этап эволюэйшн и только потом уже ее деплоем в продакшн где ну собственно новых данных мы предсказываем наш таргат почему тут есть обратная стрелочка ну потому что часто мы научили модельку посмотрели у нее получилось довольно хреновое качество и мы переходим чаще всего обратно к этапу фичи extraction для того чтобы что-то сделать с фичами уменьшить там размерность сгенерировать новые фичи ну то есть начинаем применять интеллект то есть за что обычно платят деньги не зовут за в черных ящиков вот вот примеры сырых данных которые собственно могут вам встретиться это например могут быть просто email ну то есть например задача спам detection то есть если нам нужно сделать спам фильтр то входные и входные данные у нас это просто текстовые сообщения например если вы работаете с биоинформатикой это могут быть вот как раз геномные последовательности ну вот может быть какая-то не знаю там тмл страница если вы там пишите контекстуализатор для рекламы и вам нужно определять тематику сайта на котором эта реклама будет показана вам нужно распарсить сайт понять что за тематика сайта и стоит ли показывать там рекламу ну то есть то есть чтобы не получалось неприятных каких-нибудь несоответствий ну вот собственно первый этап когда у нас есть сырые данные и мы применяем интеллект некоторые преобразования превращаем это в табличную форму то есть когда у нас есть матрица фичей и столбец с таргетом этот этап более-менее понятен или еще пример привести какие-то давайте ребят нужно от вас обратная связь какая-то вот отлично давайте приведем на задачку следующую смотрите сейчас дайте подумай какой из задачек наиболее простая ну хорошо смотрите например нам нужно тянет на рекамин ну ладно давайте рекоменда возьмем рекомендации друзей смотрите вы пользуетесь фейсбуком инстаграмом одноклассниками вконтакте вы наверное вы видели такую плашку когда вы листать вашу любимую ленту возможно вы знакомы все понимают о чем я говорю к и задумывались как она получается были такие моменты кто есть гипотеза как есть как такую плашку сделать окей еще друзья друзей да еще чего есть сейчас идеи да ну то что все все чтобы говорить вроде бы не требует мэль да но если вы заметили заметили то на первых местах в этой плашки обычно более релевантные люди чем если вы пролистаете до конца если мы сам грим про портрет про портрет в ленте то на первых местах будут выводиться наиболее релевантные люди чем на последних ну то есть то что вы говорите это хорошие источники данных то есть изначально нам нужен источник данных на основе которого мы будем ну собственно строить наш алгоритм то есть действительно контактные данные если вы конечно дали permission и это друзья друзей и чаще кучу человек то еще чего предлагал был еще другие соседи но с другими соседями намного довольно сложно потому что там нужно чтобы эти соседи могли обмениваться данными нужно делать join 2 графов это скажем так довольно нетривиальная задача хорошо давайте возьмем самый простой кейс вот у нас есть друзья друзей и нам нужно как-то их отранжировать как мы можем их отранжировать ну существует довольно большое количество подходов на практике обычно применяют ну не в научных статьях также обычно бинарную классификацию ну то есть если мы говорим про сети где есть модель с инстаграмом там немножко сложнее потому что там собственно модель слабых связей распользуется в отличие от в отличие от фейсбука там контакте одноклассников когда у нас понятие друг более значимо чем в инстаграме подписчик ну короче немножко отвлекся мы должны свести вот ну собственно постановку задача бинарной классификации как мы можем это сделать вот у нас есть источники данных друзья друзей и у нас есть информация о том что мы показывали в рекомендациях этим ну каких людей мы показывали этим людям до этого и как они на них отреагировали ну то есть что они могли могут сделать и не могу могут послать invite но человеку ну то есть запрос на добавление в друзья и друг и человек на другом конце может либо сказать да я знаю этого чувака либо я не знаю но и отклоню заявку ну либо вообще проигнорирую потому что не знаю мне не нравится и заявка останется висеть давайте сначала подумаем какой мы таргет выберем данной ситуации смотрите вот у вас есть цепочка поведенческая типичная у нас есть ну собственно invite у нас есть дальше реакция на этот invite то есть мы можем его отклонить мы можем его принять мы можем проигнорировать и вот вот вы как ну и мы как бы понятно что это ему делаем для того чтобы увеличить друг количество друзей в социальном графе ну потому что чем больше друзей у тебя тем больше что возвращаешь социальную сеть больше смотришь рекламу тем больше денег вот базовая постановка задачи как бы как бы мы с какой таргет для машинного обучения мы тут выберем ну давайте каосики идеи нет но смотрите не количество вот у меня конкретный кейс его есть я меня есть предположим пока что какой-то вектор признаков который описывает меня как мой как профиль да есть другие люди которые пока что друг друзья друзей мы чтобы упростить нам задачу берем как-то потенциально знакомых у нас есть какие-то общие признаки ну типа количество общих друзей между мной и другим человеком из друзей друзей до количество там взвешенных общих друзей важных друзей совпадение пола моего возраста ну и так далее например вот получается такой вектор признаков меня относить относительно меня и и человека из друзей друзей и нам нужно предсказать что предсказать данном случае используют эти признаки ну вот я его спрашиваю что что мы будем предсказывать у нас есть поведенческая цепочка есть возможность отправить с моей стороны invite с другой стороны человек может этот invite либо принять либо отклонить либо проигнорировать машинное обучение она ну как бы вот я вам даже дам подсказку лучше сделать бинарную изначально классификацию принятия дружбы а как мы будем давайте подумаем хорошо мы взяли принятие потому что ну кажется что мы хотим чтобы у нас росли принятия да все таки в конечном итоге такой теперь дополнительная информация вы понимаете что люди пользуются социальной сетью не каждый день и есть ну как бы они не всегда даже заходит в раздел с новыми заявками чтобы посмотреть кто у них пришел вот я такой типа вижу какого-то знакомое лицо нажимаете отправить invite что алгоритм релевантно подсказал и тот человек на той стороне может неделю не заходить потому что уехал в отпуск ну либо просто ему не хочет принимать invite прямо сейчас не знаю почему хочет полистать ленту а не принимать моральное решение добавить ли этого человека в друзья или не добавлять и есть некоторый лак между invite и принятием как бы мы генерировали датасет с таргет относительно этого таргета ну типа если мы возьмем все все принятия только в текущий день через недельку почему через недельку почему не через три дня или через пять и через месяц ну что нужно сделать чтобы они принять обоснованное решение в данной ситуации основанное на данных и гипотеза медиана почему диана конкретно этим человеком айс он только зашел у нас нету данных но машин только зарегистрировался всеми людьми окей и мы берем что 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 черт что мы делаем вот у нас есть invite у нас есть мы знаем про акцепт ну смысл принятия и чем мы дальше делаем считаем медиану ну это вопросы правильная идея ну идея правильная только конечно медианы брать не стал потому что мы потеряем 50 процентов данных я бы взял какой-нибудь более высокий перцентиль типа не знаю там девяносто пятый сверху чтобы ну понимаете тут есть некоторых трейдов если мы возьмем слишком маленькое количество данных мы сможем быстрее переобучать и генерировать данные для модели если мы возьмем например если нас девяносто пятый перцентиль это месяц принятия заявки да то мы будем месяц ждать пока нас данные сгенерируются что нам не очень нравится потому что мы хотим быстрее получить обратную связь и так далее вот и окей мы придумали что такое позитив но смотрите наши задачи бинарной классификации данном случае у нас есть что-то позитивное да ну вот предположим вот подсказали мы берем некоторую интервал и считаем себя что что если за этот интервал человек принял заявку то это классно а если не принял то не классно но а что будет теперь негативом данную ситуацию что 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 остальное окей смотрите мы если возьмем только все остальное то что у нас получается мы будем обучаться только на тех людях которые приняли это которые отправили invite понимаете в чем проблема нет это довольно смещенная выборка получается относительно генеральной совокупности смотрите давайте еще раз смотрите поведенческий паттерн вот я зашел на сайт вот мне плашка показалось да с рекомендациями я ткнул в какого-то человека но чаще всего то я увидел эту плашку что я сделал проигнорировал я да эти кейсы вообще учитывать не будем окей возьмем только тех кто кто кому мы сгенерировали плашку и кому и мы ткнули в какого-то человека окей но смотрите у нас получается довольно смещенная ситуация потому что если мы будем использовать как негатив только тех кого человек отправил invite но почему-то по какой-то причине они не ответили ему взаимностью ну либо по времени либо по потому что отклонили у нас получится очень мало данных и очень смещенная выборка потому что мы изначально будем брать только тех людей которых человек явно ну не знаю либо знает либо хотел на них среагировать ну потому что девушка красивая оказалась или что-то подобное либо это спамер вот вот это ключевой момент действительно мы кого-то пролистываем и как мы будем брать в данном случае негатив ну как разработчики подумайте вот вы бы реализовывали эту фичку он пришли бы дата санясты сказали слагируйте нам данные но вот как бы вы залагировали в данном случае что данные и чтобы вы собственно взяли как негатив данной ситуации есть да как мы поймем контексте именно реализации спорт летом кого мы проигнорировали кого бы вы взяли посмотрите у нас есть давайте немножко может дам контекста вот смотрите у меня есть рекомендарь какой-то он например работает по синхронном режиме он сгенерировал мне например на 500 релевантных кандидат ну 500 отранжированных кандидатов потенциальных и мы выдали вот в портлет с большими красивыми этими штуками поместилось 4 или там 5 не знаю этих людей и там можно пролистать его вот так и на какой-то из этих ткнуть и нажать invite вот в данной ситуации как бы мы сгенерировали ну собственно не гать книга негативные примеры все добре до отправлены да это самое самое адекватное данном случае решение окей по этой штуке понятие стало ну то есть какие фичи давайте еще немножко пофантазируем мы поговорили про таргет более меня стало понятно как таргет формировать давайте еще подумаем над фичами что еще можно было бы добавить мы знаем что это друзья друзей да ну то есть у нас точно между ними есть общие друзья количество общих друзей правильно что еще можно использовать может быть это на самом деле спорная фича почему ты с ними переписывался не добавил их друзья например ты же это так же и знаешь значит как минимум ну то есть ты с ними переписывался но почему-то решил не добавлять друзья то есть это по факту уже эта информация потому что знаешь этого человека но почему-то не стал не стал это делать окей ну ладно но таких людей на самом деле не очень много больше с которыми все-таки у нас нету какой-то интеракции изначально и мы даже не знаем что они есть на сайте например еще что есть какие еще идеи окей конечно здесь сразу проблемы связанные с лицензией с перми шинами с получением доступа гео ну и так далее ну предположим ладно у нас есть эта информация мы можем ее использовать да ну чё еще давайте лайки контента да ну вот надо когда рассказать все говорят про общие интересы да я реально вот если вам показать человека с вашими общими интересами захотите тему invite я не знаю ну типа ну если мы говорим конкретно про час про комьюнити на протих на поле все-таки это некоторая комьюнити и в этом плане если рассматривать интерес то да если например мы рассматриваем интерес в формате я люблю программирование или я люблю котиков да ну и так далее в таком формате то это это может действительно дать некоторый позитивный сигнал потому что если ты знаешь человека и у вас общие интересы то это большая вероятность действительно ну скорее всего это повышает вероятность того что вы подружить ну смысла в рамках социальной сети но если ты не знаешь человека грубо говоря не знаешь в том плане что те может быть интересен его контент ну там знаю блогер какой-нибудь или не знаю там вы пересеклись на какой-нибудь не знаю там тусовки то тут либо это обыгрывать продуктовой стороны каким-то образом давать тебе понять что у вас действительно общие интересы и как как каким-то именно знаю ай нам представлением об этом сообщать иначе просто будет ну да вот довольно сложно это эту информацию донести юзеру почему все-таки этот человек стоит на грубо говоря переливать не для тебя для него чем другой который на которого например менее общий интерес но они там не знаю вместе ходят на на катаквандо вот окей это правда есть даже интересные некоторые интересные следы она по поводу времени добавления друга там например есть такой поинт в том что первые друзья которые вы добавили социальной сети намного более важны чем те которых это ну после регистрации чем те к потом которых вы добавляете позже ну понятно что не стопроцентная закономерность просто потому что есть некоторые исследования на эту тему ну и довольно много на самом деле графовых фичей которые основаны на общих друзьях вы сейчас сразу окунулись в некоторую не знаю там семантическую составляющую но тут мы например можно применить весь алгоритм анализа ну не все есть но довольно много алгоритмов для анализа глава графов например у нас есть общие друзья да и можем проанализировать насколько связан под граф общих друзей у нас получился насколько высокая плотность связи в этом под графе грубо говоря если у нас есть 10 общих друзей эти 10 общих друзей довольно слабо связаны между собой то это скорее менее ценные общие друзья чем те которые сильно связаны между собой можем проанализировать насколько плотный вообще у вас эго под граф то есть все ваши друзья насколько ваши друзья связаны между собой не только через вас а между собой и так далее это тоже интересная информация с точки с точки зрения понимания того что за тип графа мы сейчас анализируем там можно посчитать например вот здесь такая фича основанная короче на том что на том факте что не все общие друзья одинаково полезны в чем суть в том что например люди общие друзья с большим количеством друзей менее полезно чем друзья с меньшим количеством друзей там есть некоторая функция дисконтирования сейчас сходу не помню уже эту фамилию человека который это придумал для ранжирования веб-страницы начально было придумано там короче суть в том что мы берем не просто количество общих друзей on взвешиваем их на количество друзей общих друзей ну то есть если у вас в общих друзьях очень много людей у которых очень много друзей просто то значит они просто любят добавлять но скорее всего это либо просто блогеры или просто люди которые пытаются набрать социальный граф и них довольно у них много слабых связей и поэтому не менее цены в оценке в вашей похожести чем те люди у которых мало друзей ну это как бы понятно одна из фичей для алгоритма это не абсолютно закономерность вот таким он такой аналитика мы как раз набираем признаки сконструировали таргет ну и собственно можем уже применить какой-то алгоритмы для того чтобы собственно обучиться два сейчас немножко еще поговорим о том какие у нас могут быть преобразования например если мы говорим про milk milk мелькала идея про геода про город ну тут пример со странами но я думаю что вообще вы сможете довольно популярно преобразование вот когда у нас переменная представлена виде либо категориальном либо в номинативном представлении например у нас это есть города и мы хотим как-то пихнуть его в алгоритм нужно ну собственно как-то их закодировать численной форме самая популярная кодировка это one hot encoding в чем суть я тоже на прошлой лекции рассказывал мы делаем бинарный вектор длины количество уникальных элементов которые мы анализируем ну если у нас выборки 100 городов то вектор будет длины 100 и ставим единичку делаем делаем индексацию всего этого множества и ставим и если у нас на грубе для человек приходит из не знаю там из аргентины то мы ставим единичку именно в ту позицию относительно того индекса на который мапится ну собственно текущая фиша пользователя но если он с другой стороны там с франции то это будет второй позиции ну и так далее этот момент понятен смогли бы сами заходит такое славу а смотрите но тут есть некоторые нюансы предположим мы работаем в рекламе и хотим предсказывать вероятность клика на рекламное объявление и одна из самых тянущих фичей это домен с которого она собственно происходит на котором происходит показ рекламы понятно что мы можем извращаться извращаться один из подходов действительно для работы с такого типа фичами является подсчет исторических статистик так называемые статистические таблицы на основе которых может делаем некоторое обучение модели но чаще всего используют все-таки просто сами значения хостов например с которых на которых происходит показ рекламы и хостов ну очень много ну типа явно больше ста это измеряется миллионами и по монетным причинам мы не можем выделить память на ну как бы и обучить алгоритм на векторе длине трах длины миллион ну для только это для того чтобы закодировать только одну фичу то есть у нас таких фичей могут быть много и у нас предположим только одна фича и мы домены и ну собственно понятно что вектор длины миллион мы делать не будем но нам тоже нужно как-то их представить для этого используется более хитрое преобразование под название под названием хэшин трик в чем суть ну довольно просто мы просто ограничиваем это как гипер параметр для этого алгоритма длину вектора в котором мы собираемся маппить и делаем просто хэширование и маким с коллизиями все то же самое ну собственно тут тоже развитие этой же этой же идеи когда у нас например уже представить некоторый текстовый документ векторной форме один из подходов может быть как раз том чтобы мы посчитали наш словарь и потом собственно ограничили все-таки некоторую но этого словаря количеством слов которые мы используем и потом к нас приходит например куда текстовое сообщение мы разбиваем его на слова у нас слова проиндексированы мы также можем поставить единички в тех ну собственно позициях которые слова встречаются ну собственно в нашем тексте ну то есть как бы все то же самое только теперь обобщаем для представления документа целого это называется представление документ как мешок слов понять момент точно все не надо становиться ну окей окей теперь смотрите хорошо мы как-то взяли наши данные превратили их вичи сгенерирую таргет дальше мы должны теперь ну собственно тренировать наш черный ящик ну нашем случае на тренировать например классификатор предсказания вероятности акцепта через n дней которые мы вычислили как функцию выживания заявки от начала инвайта как же теперь нам это сделать смотрите все на самом деле довольно просто ну изначально мы конструируем некоторую функцию которую мы хотим не то есть по факту все машинное обучение ну все практически до всем это решение задач оптимизации чаще всего выпуклой оптимизации в чем ну собственно суть мы конструируем на некоторую функцию качества и пытаемся найти у нас есть некоторый алгоритм у которого есть параметры есть некоторая функция качества которая говорит насколько хорошо при данных параметрах наш алгоритм а ну собственно решает заданную задачу и мы пытаемся подобрать такие параметры этого алгоритма при котором ну мы находим минимум для данной функции качества функция качества называется loss function еще можно встретить на занятие фитнес-фанкшен на русском там функция потерь ошибка а вот тут две основные лос-фанкшен функции м с е и кросс энтропия не важно первое это типичная функция для задачи бинарной классификации нолик единичка вторая для задачи регрессии но на самом деле это же можно использовать для задачи классификации не чаще использую для регрессии это чувствую что наверное вам будет более понятно если я сейчас опишу на второй функции ну смотрите предположим на самом деле если там сократить члены тоже будет довольно просто модно смотрите у нас есть да сейчас смотрите две основные задачи когда носила и лейблы что-то лейблы помните но target label вот и если у нас target представлен виде числовой переменной это цена или там не знаю измерение какое-то не знаю там температура или не знаю там сантиметры так далее то это когда мы строим алгоритм мы предсказываем не нолик или единичка мы предсказываем конкретное значение например вот сейчас не знаю там цена акции 75 долларов да мы хотим знать сколько будет стоить это акция через не знаю через пять минут или там через один тик изменения цены для движения в стакане не знаю там и ну понятным причинам мы хотим конкретное значение цены 7 было 75 теперь будет хотим не знаю предсказываем что будет 76 стоить понятно это задача регрессии то есть когда у нас наш таргет представлен виде целочисленный виде ну собственно да понятно вот теперь смотрите что что мы хотим вот y и т это результат работы нашего алгоритма то есть вот смотрите у нас есть некоторый алгоритм с какими-то параметрами которые мы сами для него придумали фичи им предположим начали мы их инициализировали рандомно просто какими-то случайными числами и он выдает нам некоторые значения и вот y это это как раз ну собственно то значение которое выдает нам алгоритм ну собственно y это с шапочкой это наш таргет который мы изначально знаем ну то есть на тренировочной выборке ну и собственно что мы хотим сделать в данном случае мы хотим минимизировать квадрат отклонения приз к значение которое предсказывает наш алгоритм от реальных значений которые мы наблюдаем наши тренировочные выборки ну собственно это понятненько ну вот и все это последовательность элементов в обучающей выборке ну тут собственно берется средний от этого ну я не слышал ну могу в принципе ну на самом деле давайте лучше я специально это запишу когда я буду вам рассказывать я отдельно выделю лекцию про распределение и профитинг параметров распределения просто мне кажется что так будет намного проще это объяснить то что сейчас ну а мне так проще всего объяснить эту функцию через ну-ка собственно негатив локал лайклихуд для при нами ального распределения но я так чувствую что если объясню что такое биномиальное распределение что такое лайклихуд для распределения это будет не очень полезно да окей просто так будет проще всего ну если я если по-простому если по поставьте у нас и y может прямо значит 0 или единичка если вы подставляете когда вас приходит сэмпл нолик то часть ну как бы функции уходит либо левая либо правая но это таким образом просто их записан грубо говоря и ну собственно вы минимизируете уже более простую функцию окей ну я это просто более подробно опишу в этой лекции в будущей лекции окей смотрите вот у нас есть некоторая функция качества и есть алгоритм есть из истинные значения лейблов и теперь мы хотим найти такие значения параметров алгоритма при котором у нас достигается в данном случае минимум нашей ошибки в данном случае ошибка у нас выпуклая поэтому все должно пойти хорошо давайте теперь немножко вспомним мат анализ чуть-чуть вот у нас есть некоторая функция как найти минимум функции так у нас у нас функция от ноги от многих переменных да отлично но шикардос и действительно но тут есть нюанс до некоторый у нас количество уравнений ну собственно ну короче у нас получается матрица с не единственным решением так как у нас на собственно если они собирают количество уравнений количество переменных так вы все знаете действительно градиент descent про это и говорит нам нужно идти против антиградиента функции в принципе ну это на самом деле на практике это один из краеугольных алгоритмов всего машинного обучения градиентный спуск обычный градиентный спуск конечно есть более как бы но новомодные методы которые используют вторую производную основанные на как бы агрейм ньютона для поиска минимум функций но чаще всего это обученный градиентный спуск все знают что градиентный спуск да что он сказал что он знает смотрите мне кажется вот и нашел на питончике реализацию градиентного спуска мне просто кажется что питон наиболее похож на псевдокод и тут это довольно понятно для функций с одной переменной объяснено ну собственно вот у нас есть некоторая функция мы посчитали для этой функции производную ну если нас от многих аргументов считали частные производные ну нашли аналитическим global минимум как вы видите используя наш мат аппарат известный вот и теперь вот этот ну собственно алгоритм показывает к чему бы мы сошлись используя градиентный спуск то есть мы что делаем действительно считаем производную в точке и движемся ну собственно обратно направлении гидер вектор изначально возрастания функции направление возрастания функции но мы считаем антиградиент для того чтобы двигаться противоположных управлений минимум функций у нас есть некоторый параметр скорости спуска лишь представьте что вот у нас есть вот некоторый овраг мы находимся ну собственно на краю этого оврага и параметр собственно дама показывает нам насколько мы сильно хотим делать шажочек направлении как раз нашего минимума ну в чем проблема если можем слишком большой шажочек то мы просто будем постоянно проскакивать ну то есть наш минимум нашей функции если большой шажочек то мы так оп 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 посчитали спустим большой шажочек мы такие хлоп сюда или клоп сюда и будем постоянно скакать и наш минимум от нас уйдет неизвестное направление ну собственно что мы делаем берем точку стартовую считаем движемся по антиградиенту есть некоторые условия остановки меньше когда у нас значение меньше эпсилон ну и собственно видим что значение которым получили эти методом довольно близко к тому что мы получили аналитически как так давайте еще раз внимательно на это посмотрим ну типа кажется что довольно просто ну давайте некоторую обратную связь какую-то мне просто не ничего не понятно что-то сейчас это нормально 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 в каком плане нормально понятно или ну хотя бы на нормально понятно окей давайте двинемся дальше а что именно непонятно давай начнем на каком уровне непонятно ну собственно не знаю вектор который показывает направление изменения функции его можно как бы как раз рассчитать через производную производная как раз ну если мы вспомним что такое производная давайте я скину некоторый материал базовый который позволит вам немножко освежить ну как сказать ландшафт математический на самом деле я это не буду спрашивать это просто для вас хотел немножко дать понимание черного ящика но на самом деле стоит короче вспомнить хотя бы на таком уровне ну собственно тут написан chain rule то есть когда у нас производная от сложной функции зачем я его сюда впихнул потому что большинство современных алгоритмов ну которые чаще всего называются нейросети нейросети это ну чтобы вы тоже понимали не что-то магическое а это просто по факту просто очень сложная функция комплексная вот и смысла это не комплекс на функция не про комплекс на число просто сложная функция вот и это представляется как чаще всего это представляется как ну собственно вычислительный граф вот и ну собственно по которому текут градиенты ну то есть потому что у нас много 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 слоев как мы видим chain rule разворачивается и ну собственно по каждому из этих элементов мы считаем апдейтинг производим ну собственно наш градиент поэтому собственно ну все основные фреймворки для обучения нейронных сетей собственно строят вот такие вычислительные графы по которым ну собственно происходит обучение нейронных сетей мы на самом деле не считаем производную функцию мы как-то рассчитываем по приближенным алгоритмам ну то есть вот у нас в примере на Пайтоне была конкретная функция мы конкретно заходили что у нас есть если нейросеть это какая-то функция сложная как мы знаем ее производную просто так читаем производную вот у нас есть функция можем почитать производную ну а если нейросеть это функция там 3-4 как мы это считаем производную ну не easy но практически easy какой функции мы считаем изначально то производную давайте еще раз помню от чего мы считаем производную да да хорошо смотрите вот у нас был некоторый черный ящик мы как-то каким-то образом подобрали параметры для этого черного ящика но тут теперь большие вопросы начинается насколько хорошо мы подобрали параметр для этого черного ящика чтобы это оценить нам нужно некоторое дополнительное множество на котором мы можем снять метрики которая модель не видела в обучении и ну действительно удостовериться что мы не переобучились что такое сейчас расскажу что такое переобучение то есть изначально что у нас есть весь кусок данных мы делим этот кусок данных какой-то пропорции обучаем нашу модель на большом куске данных небольшой кусок данных оставляем для валидации и собственно снимаем метрики зачем мы это делаем потому что модели могут переобучаться особенно сложные модели они могут как бы как и не до обучаться так и переобучаться давайте рассмотрим наиболее частый кейс это переобучение модели ну собственно у нас представлена некоторое ну собственно пространство ну собственно из двух переменных состоящие красным синим показаны как раз разные ну собственно лейблы на которые мы хотели как раз классифицировать и есть некоторая decision boundary сейчас как это разделяющая граница ну которую как раз строит наш классификатор если наш классификатор хороший и имеет хорошую обобщающую способность то он построит границу как на правом рисунке если наш классификатор перезаточился под данные ну то есть переобучился пытался максимально описать тренировочные данные максимально хорошо описать тренировочные данные которые мы ему подали но он не уловил общую закономерность и на новых данных ну собственно которые мы подадим вот на тестовое множество мы получим ну собственно низкие результаты качества Таким образом, мы контролируем переобучение модели. Как мы можем это контролировать? Смотрите. Этим нам помогает анализ кривых. Важная довольно штука. Никогда не забывать ее логировать. Есть наши функции потерь, на основе которых мы подбираем параметры для черного ящика нашего. Есть несколько итераций этих подборов. Это называется эпохи обучения. Мы снимаем метрики с каждой эпохи. Синяя — это на тренировочном множестве. Красная — на нашем тестовом множестве. В какой-то момент мы видим, что вначале у нас на тестовом множестве ошибка падала. Но с определенной эпохи она начала расти. Это значит, что алгоритм начал переобучаться. То есть нам нужно остановиться на той эпохе, когда был минимум тестовой ошибки. И взять алгоритм, который мы там получили. На самом деле тут намного больше информации можно вытянуть. Но для базового понимания того, как детектировать переобучение, я думаю, этого достаточно. Понятно? Нет? А по какому принципу мы выбираем маленьких кусочек данных, на которых происходит третья операция? Случайно, рандомно. Бьем, например, в отношении 70-30. На самом деле нам нужно больше кусочков данных, чем 2. Но это перейдем чуть дальше. Так вообще обычно рандомно берутся, потому что нам важно, вообще-вообще, все, что мы делаем, основано на данных. И нам важно получить честные данные. Честные данные можно получить... Ну, что значит честные? Данные репрезентативные и генеральные совокупности, на основе которой мы будем, собственно, делать наши предсказания. Как можно получить репрезентативные данные наиболее простым способом? Это, ну, какая-то рандомизация. Поэтому, да, мы бьем данные, мы, ну, собственно, стараемся просто взять рандомно и таким образом ожидаем, что, ну, собственно, получим более-менее честную аппроксимацию закономерности на этих двух кусках. Окей, смотрите. Окей, мы обучили нашу модель, проверили, что она не переобучилась, проверили, что она вообще обучилась. Но предположим, что мы решали задачу классификации. И у нас вот есть вот такая чиселка. Сейчас вам... Вот результат работы вот этой функции. Есть нюанс. Как ее интерпретировать? Полезно для бизнеса. Ну, типа, потому что, если вы придете и скажете, что, ну, типа, у меня ошибка стала не 0.04, а 0.025, то, ну, собственно, для бизнеса, даже для вас самих это, конечно, позитивный сигнал. Но как интерпретировать содержательный результат работы модели, ну, довольно затруднительно. Поэтому существует миллион метрик дополнительных, которые мы рассчитываем для того, чтобы понять, что произошло сейчас с моделью. И, ну, собственно, принять некоторое бизнес-решение. Это некоторый зоопарк типичных классификационных метрик. В основном для бинарной классификации. Точнее, в основном все они тут для бинарной классификации. Как это читать? Это называется Confusion Matrix. Вся вот эта штука у нас, ну, собственно, слева колонки, ну, предположим, у нас два класса, 0-1, ну, или там, позитив-негатив. Позитив-едничка, например, негатив-нолик. Позитив у нас то, что предсказано было, потом, собственно, то, что... Позитив-негатив то, что было предсказано, и то, что было реально. Ну, и, собственно, пересечение, ну, типа, у нас верхний левый зеленый квадратик, самый большой, это, собственно, сколько было предсказано позитивных, и сколько из них реально было предсказано позитивных. И сколько из них реально оказалось негативными. Ошибка первого рода. Ну, и, собственно, то же самое для негативного сэмпла. Давайте я вам сейчас дам образную некоторую, некоторый пример, чтобы его лучше запомнили. смотрите есть тест на беременность вот и у них тоже есть некоторые ну как бы сказать ошибка 1 2 рода да нет ну возможно но байсу мы вряд ли даже приступим вот и смотрите предположим какие у нас есть варианты с тестом на беременность 1 вы ну как бы он говорит этот измерительный прибор говорит что вы беременны предъявил позиция ну собственно на самом деле и на самом деле вы беременны хороший кейс ну смысле с точки зрения измерительного прибора хороший кейс есть вариант ну собственно это когда придет condition positive и condition реально позитив другой вариант когда ну собственно этот прибор говорит о том что вы беременны а вы как бы не беременны ошибка первого рода ну собственно все наоборот когда он говорит что вы не беременна вы оказываетесь беременны то эта ошибка второго рода Ну и если вы не беременны, то, собственно, это true-negative. Все остальные метрики, которые вы тут видите, выводятся из этих базовых метрик. Ну, собственно, я, наверное, не буду их перечислять. Тут довольно тривиальные деления, умножения и суммирования. Все они характеризуют некоторое качество работы вашего классификатора. Ну, это самые, типа, базовые. Окей, но смотрите, ваш классификатор выдает вероятности. Ну, то есть, например, если у нас бинарная классификация, то результатом работы классификатора является не четко нолик или четко единичка, а выходом его является вероятность. Ну, типа, например, вы, не знаю, с вероятностью 0,7 больны раком или с вероятностью 0,99 не больны раком. Проценты или числятые? А? Это в вероятностях. Ну, насколько проценты и вероятности, это одно и то же, это философский вопрос. Но такт вообще изначально выдает вероятности. Ну, на самом деле классификаторы бывают и невероятностные. Давайте все-таки на всякий случай это уточню, что бывают, например, метрические классификаторы, основанные на ближайших соседях. Но я про них тоже буду потом рассказывать. Но чаще всего, если мы обучаем какие-то обычные супервайст-модели, то это, ну, типа, логической регрессии или, там, не знаю, градиентного бусинга, то это все-таки выходом является что-то, что мы интерпретируем как вероятность чаще всего. И вот, если мы хотим построить вот такую confusion matrix, да, то мы должны выбрать некоторую границу принятия решения. Ну, типа, если больше, грубо говоря, вероятность 0,5, то мы говорим, что у нас это единичка. А если меньше 0,5, то это нолик. И вот тогда, ну, когда мы приняли для себя некоторую границу, мы можем построить вот такую матрицу, которую я рассказал. Ну, но часто мы хотим интегрально оценить вообще, насколько хорош наш, ну, собственно, классификатор с точки зрения, ну, вообще, на самом деле, это метрика хорошая с точки зрения ранжирования ваших сэмплов. Ну, и по вероятности относительно истинных лейблов. Ну, и, в принципе, это интегральная оценка качества работы вашего классификатора. Вот, она называется AUC, Area Under Rock Groove. Она строится довольно просто. По оси X у нас False Positive Rate, по оси Y у нас True Positive Rate. Ну, вот, вы можете увидеть их на этой табличке, как они рассчитываются. False Positive Rate, False и True Positive Rate. Нет, к сожалению, не знаю, вот в ту тут вот. Ну, собственно, мы считаем, мы берем все наши предсказанные вероятности, ранжируем их. Ну, собственно, берем с некоторым интервалом, разбиваем, ну, собственно, вытягиваем линейную сетку. То есть, берем, идем с некоторым интервалом и пересчитываем вот все вот эти метрики. И, ну, собственно, получаем вот такую кривую. То есть, для случайного классификатора у нас, ну, который просто выдает рандом, у нас это как пунктирная линия. Ну, собственно, чем лучше работает наш классификатор, тем более загнута у нас вот эта линия получается. И мы считаем дальше площадь под этой кривой, которая у нас получилась. Ну, типа, площадь под рандомным классификатором 0,5, под все, что лучше 0,5. Ну, собственно, мы считаем работу хотя бы лучше рандома. Ну, и так, на пустое, на будущее, если вам когда-то придется с этим всем возиться, всегда сравнивайте ваши модели, которые вы делаете, с некоторой бейзлайн-моделью, вообще, которая построена максимально тупым и простым способом. Например, если вы делаете задачу регрессии, сравните, насколько ваша умная модель работает лучше, чем просто средняя. предсказанная, если все время предсказывать средняя, или просто константу какую-то, не знаю, наиболее частую в данных, которая встречается. Потому что если ваша модель работает не лучше или работает лучше, чем средняя, она 0,003%, то, ну, как бы, это все еще плохо. И, ну, как бы, затраченные усилия ничего не стоят. Ох, да, тут я сейчас хотел вас познакомить с метриками регрессии. Ну, тут, на самом деле, всевозможные извращения связаны с, ну, с отклонением от истинного значения. Самая, ну, как бы, моя любимая метрика – это R². Ну, на самом деле, тут, что у нас? Ее суть довольно простая. Вот у нас есть некоторые предсказанные значения, истинные значения. Мы считаем разброс, ну, дисперсию от истинных значений, ну, собственно, относительно предсказанных. И считаем дисперсию ошибки. И потом смотрим, насколько у нас получается объяснить, насколько у нас дисперсия ошибки покрывает дисперсию в данных. И, ну, собственно, отнимаем единичку. Если у нас, отнимаем вот это единички. Типа, если получается у нас, что дисперсия ошибки выше, чем дисперсия в изначальных данных, ну, это, получается, отношение больше единички, значение меньше нуля – это совсем плохо. То, что больше нуля для R² – это лучше. Ну, понятно, что рядом с нулем – это тоже хреново. Тут что-то понятно или непонятно? Ну, окей, давайте. Постановимся подробнее. Вот у нас есть формула. У него есть два основных, ну, типа числитель, знаменатель. Вот числитель. Что происходит с числителем? Знакомая функция? Видели когда-то уже? Ну, типа того. Ну, практически. Практически. Нет деления. Ну, нет смысла, потому что, если мы поделим одно на другое, то числители сократятся и, наверное… Ну, примерно одно и то же, да? Окей. Теперь вот это смотрим. Это наш среднее. Вот таким значком показывается среднее. Это, по факту, отклонение от среднего. То есть, мы считаем дисперсию. Ф, это, и, 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 и… Относительно, ну, собственно, среднего базов данных. Понятно? Да. И, типа, потом смотрим отношения дисперсий. Ну, типа, получается, что если у нас, ну, грубо говоря, у нас сигнал вот такой вот, мы предсказываем вот такой вот сигнал, дисперсия будет сильно отличаться, отношения будут совсем разные. Только B2 и REC, а RES. Ну, там, не REC, а RES. Вы на REC рассказывали, а там RES. В числителе там RES. А, да-да-да-да-да. Нет, пишите, вот это имеется в виду, что вот это дисперсия возначальных данных. Тут да. Тут да. Действительно, я ошибся. Тут, получается, нет в среднем. Тут, получается, они не смотрят на среднее. Именно в REC. Ну, тут считается, получается, у нас... Ну, отклад... Ну, да, мы считаем просто... Сейчас, скажите, секундочку, я сориентируюсь. Угу. Тут, получается, что мы считаем... Вот тут как раз это MSE, получается. А вот это дисперсия возначальных данных. Теперь понятно? Да. Да, сорян. Кросс-валидация. Что это такое? Смотрите. Вот у нас есть изначально данные. Мы побили их, ну, собственно, на тренировочную часть и на тестовую. Как вы уже поняли, у нас есть довольно много гиперпараметров для нашего алгоритма. Кроме тех весов, которые мы подбираем на, ну, собственно, при обучении. Это могут быть, например, параметры градиентного спуска, количество, там, не знаю, деревьев, которые мы используем в нашем алгоритме. Там, если у нас какой-нибудь градиентный бустинг. Ну, то есть, этих параметров довольно много. Могут быть какие-то параметры процессинга изначально, даже данных. И для того, чтобы, ну, собственно, во-первых, для чего мы можем это использовать, механизм кросс-валидации? Для подбора гиперпараметров. И, второе, для оценки устойчивости нашего алгоритма на разных сабсэмплах данных. То есть, мы берем наши тренировочные данные, разбиваем их на фолды, то есть, еще на небольшие куски. Вот. И, ну, собственно, производим на них наше обучение и оценку. Ну, потом, собственно, понимаем, насколько устойчиво наш алгоритм получается. Подобрали гиперпараметры. И уже максимально честно оцениваем на отложенном куске, который никак не участвовал вообще ни в подборе гиперпараметров, ни в обучении модели. Процедура называется кросс-валидация. От тестовый получается то, что мы предполагаем от тренинг, то что получается на самом деле? Нет, смотрите, вот у нас есть данные с разметкой изначально. Мы эти данные порезали в какой-то пропорции. Вот, маленькую пропорцию отложили, просто не трогаем пока вообще никак. Дальше берем те тренировочные данные и режем их еще. Вот, на N частей. Принципов нарезки может быть довольно много. Но самый простой просто рандомно. И на этих частях делаем итерацию обучения, evaluate. Можем делать обучение с разными параметрами, evaluate. Можем просто делать обучение, evaluate, чтобы на разных кусках проверить, насколько хорошо у нас обобщающая способность алгоритма сохраняется. Вот эта процедура называлась кросс-валидацией. А после этого, когда мы уже подобрали лучшую модель, оценили ее на валидации, мы еще дополнительно уже в конечном этапе оцениваем ее на этих тестовых данных и получаем типа конечный вердикт. На три части? Можно. Например, если вы используете какой-нибудь алгоритм для обучения каких-нибудь очень глубоких нейросетей, где одна, например, итерация обучения с текущим набором гиперпараметров занимает неделю или даже больше. На эта карточка, которую стоит лямчик, то по понятным причинам делать постоянно разбиение на, не знаю, на 50 или на 100 частей ваших данных, ну, это будет довольно долгий процесс. Тут поэтому, собственно, и ценится, почему тут как бы важный нюанс понимания и опыт, особенно в дип-ленинге, того, как это все работает, потому что там довольно длительный цикл обратной связи, вы не можете, типа, перебрать гиперпараметры и получить что-то более-менее сносное сходу, если у вас нет экспертизы вообще никакой во всем этом. Ну, типа, если вы будете при каждом запуске ждать несколько, там, не знаю, недель для того, чтобы только получить какой-то фидбэк, ну, собственно, проект закончится, ну, либо вас уволят раньше. Поэтому там, собственно, применяется понимание, как это все работает, для того, чтобы не случайно тыкать параметры, а вот как раз убирать их более интеллектуально. Ну, в самом простом случае, да, действительно, мы можем просто, например, разбить наши данные на три куска, на train, валидацию и тест, да. На валидации, например, мы можем подтюнить, например, какой-то наш гиперпараметр, например, скорость градиентного спуска, и потом уже честно, получившийся алгоритм, оценить на отложенной выборке. Просто тут тоже есть много нюансов, которых стоит всегда думать и помнить, когда мы, как мы разбиваем, вот то, что я говорил про рандомное разбиение. Есть кейсы, когда, например, это не сработает. Смотрите, давайте приведу пример. Вот у вас есть логи юзера, да, например, ну, предпринимаем, положим, что один юзер, ну, вот, не знаю, например, мы предсказываем, бот это или не бот, да, постоянно. У нас приходят фичи, мы что-то предсказываем и так далее. И если мы, например, ну, и один человек может встречаться в нашем датасете несколько раз. Если мы возьмем и просто рандомно засплитим, просто, ну, например, на основе, не знаю, там, хэша от наших данных, просто рандомно, равномерно, то у нас один и тот же юзер может с одними, примерно одними и теми же фичами встретиться, как в тренировочной, так и в тестовой выборке. Что не очень хорошо. Потому что, ну, грубо говоря, в данном случае, если мы делаем предикт относительно юзера, нам бы хотелось посмотреть, как наша модель, обученная на одних юзерах, будет работать совершенно на других юзерах для того, чтобы, ну, получить честную оценку. Понимаете, почему так? Потому что, если у нас будут участвовать данные, которые мы участвовали, берем данные, которые у нас участвовали в тренировке и на них же оцениваем работу модели, то мы получаем смещенную оценку качества. Вот. Или, предположим, у нас есть процесс, который зависит от времени. Ну, то есть, вот та же самая цена акции, да? Ну, согласитесь, наверное, неразумно обучать что-то на будущем и тестировать это на прошлом. Конкретно для цены акции. Хотелось бы, наверное, все-таки в будущем проверять работу нашего алгоритма, потому что там уже другая закономерность может быть, рынок поменялся или что-то поменялся. То есть, тут уже важно именно сделать Time Series Cross Validation, то есть, когда мы дополнительно еще делаем некоторые разбиения по времени. Ну, собственно, основные кип-поинты у нас... А, извините, я хотел еще про полный цикл, как раз я, правда, про него сейчас только что рассказал. Действительно, в самом простом варианте у нас вот разбивается на три части. После этого, когда мы обучили, оценили нашу модель, у нас она, ну, собственно, есть в какой-то форме. Дальше мы деплоим ее в production. Ну и, собственно, на вход поступает новый entry, на котором мы делаем prediction. Дальше навешиваем это бизнес-логику, что делать с этим prediction. Ну, собственно, в принципе, это более-менее полный цикл модели, супервайс-модели с машинным обучением. Так, еще раз. Основные ключевые слова. Ну, собственно, все. Смотрите. Ну, хотя у нас у нас же лекции, по-моему, стоят до... А? Да, тогда прочитаю еще одну лекцию. Да, конечно, конечно, давайте. Какое ощущение? ПОТЦИИ у вас какой минимум мы там узнать что понимаешь и происходит но мотанализ первого курса и вы сказали какую-то выжимку можете дать или как но могу выжимку дать наверно найти что-нибудь ну могу курс найти действительно есть несколько классических тривиальных курсов где на пальцах разбирается все даже без знания не на самом деле типа я еще статистику и теорию вероятности понимаю но вот дифференцирование я не буду спрашивать для себя я могу также скинуть ну там по факту по факту тервер матстат мат анализ собственно первого второго курса минимум максимум производные и так далее функции линал базовый ну линал еще понимаю принципе но в принципе все для базового понимания этого достаточно головой все остальное это уже углубление и Продолжение следует... 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 на если вы помните то спаркин все после предыдущего вопроса я решил уточнить все кто сейчас находится понимают что такое spark нет короче вкратце у нас есть прям супер fast introduction у нас есть некоторые вычислительный кластер на котором лежат данные положим в hdfs в какой-то распределенной файловой системе в amazon с какой-то распределенной файловой системе неважно вот чтобы работать с этими данными чтобы они ну понятно что если данные просто лежат они бесполезны нужно делать ними некоторые вычисления потому что получить какой-то профит с этого и для то чтобы их вычисления есть несколько подход ну как бы фреймворков подходов вот наиболее популярным фреймворком и подходом сейчас является ну собственно spark framework spark написан на скале в основном поддерживает разные интерфейсы но мы будем работать с скаловским интерфейсом то что он нативный и gvm-based и позволяет делать все быстро довольно и он позволяет над этими данными делать некоторые вычисления используя в основном оперативную память этих вычислительных машин спарка есть несколько основных как бы блоков в этом фреймворке это блок для работы со стримовыми данными то есть когда мы если мы помним лямбда архитектуру который рассказал на прошлый раз паре то в лямбда архитектуре есть как бы блок для обработки стримовых данных за spark streaming есть как бы блок машинного обучения spark ml есть блок для работы с графами вот и есть и сквельный движок для ну собственно некоторые аналитики и вычислениях ну собственно основе и сквель вот сегодня мы подробно остановимся на рамках темы про мл как раз на блоке spark ml посмотрим что собственно он из себя представляет и еще дам одну новую абстракцию данных более высокоуровневую чем распределенные коллекции и после этого лекции карасы домом домашнее задание которое можно будет сделать либо на основе это высокоуровневая структуру данных дата фреймы или дата сет и как вам хочется либо на рдд-бейст синтаксисе ну с чем то что у нас лекции идут последовательно этот слайд и надеюсь вы помните давайте теперь посмотрим как все это ложится вися вот эта схема на фреймворк и собственно что он дает какие возможности сначала раз разберем более высокоуровневую структуру данных которые используются в спарке ну то есть базовая структура данных это распределенные коллекции но с ними работать не очень удобно то что все привыкли работать с табличками вот поэтому было собственно принято решение и такую структуру данных предоставили она называется дата фрейм есть еще дата сет и ну дата фреймы это обычные табличные данные типизированными типизированные базовыми структурами базовыми типами которые поддерживает спарк дата сет это такие же таблички только они типизированными произвольными классами юзерскими в новых весях спарка это вот как раз новая фича их что так то то время там вас могут быть интелл анги не знаю там map из структы и так далее в структуре дата сет вы можете типизировать каким-то вашим кастомным классом не знаю employer например или что-то подобное и все ну как бы операции на дата фреймами дата сетами конечно же все равно использовать под собой распределенные коллекции но предоставляет более высокоуровневый интерфейс и более удобный для работы давайте сейчас быстренько пробежимся я просто придумал примеры ну вот собственно у нас есть еще раз напомню что в спарке основной есть некоторые основной управляющий объект старых версиях спарка это в основном это либо спарк контекст для работы с рдд хами еще и сквель контекст для краски для работы с дата фреймами ну сейчас они все это в последних версиях объединили в единый объект спарк ну понятно из которого можно получить все эти базовые объекты но типа считается что более удобно изначально что мы нас есть некоторые структурированные данные это могут быть джессоны это может быть csv х те данные которые я вам выдам в домашнем задании будет csv х думаю вы разберетесь как подключить модуль для чтения csv или прочитать просто текстовый текстовый файл ну собственно вы получаете сразу некоторую табличку дальше вы можете ну собственно посмотреть что метод шоу вызовет некоторые выйдет вам колонки некоторый сэмпл данных собственно чего можете еще сделать вы можете кроме того как вывести данные посмотреть что за схема вывелось самом деле довольно болезненный вопрос вывод схемы но в вашем случае вас пока это не затронет то есть вы зачитали какой-то джессон спарк автоматом распарсил и сказал что h это long name это string и нас может быть это ну лейбл или не ну лейбл и ну собственно блин видно вообще увидите что-то написано или хреново дать может увеличим а блин я же не буду увеличить сорян я же могу в прессе увеличить но не могу короче смотрите тут на самом деле есть несколько интересных штук увидите вот этот интересный значок да короче если вкратце в скале есть имплисит поведения и конкретно спарке ну собственно можете сделать автоматом имплисит импорт имплисит поясню что такое это когда вы явно на текущее замыкание задаете какое-то глобальное поведение которое мы импортируете нет и короче смотрите вот например ну немножко может быть сходно все ладно не буду путать смотрите вот среди довольно простая штука если бы вы писали на джаве вместо вот такой штуки могли бы вызвать просто метод call из трех букв кол скобочки открываются и и даете туда стрингу с именем колонки это если вы писали на скале вы также можете писать это и на спарке абсолютно будет работать все то же самое но понятно что писать при работе часто с колонками три буквы еще и скобочки это типа ну не круто неудобно вот поэтому в скале ну собственно сделали неявное приведение того что типа переопределение этого оператора доллара который теперь заменяет если мы делаем implicit импорт ну собственно из парка теперь оператор доллара при работе с дата фреймами говорит о том что говорит ну собственно спарку что это не просто стринга от колонка в дата фрейме сделать что-нибудь с этой колонкой вычисления какие-то которые ты задаешь так короткий экскурс ну в данном случае в начале мы чем мы делаем мы делаем select ну собственно колонки ну собственно тут потенциально лесу вас есть дата фрейм вы можете практически ну понятно что в спарке довольно кастрированные сквель если вы конечно ну собственно писали что-то более там не знаю сложная сквель чем просто какой-то твой или хэвен или грубая с джойном но в принципе для большинства операций он поддерживает как чисто нативное исполнение сквеля то есть вы можете просто трингу со сквелем туда передать там специально есть оператор который позволяет поиску или engine который позволяет как раз эту строку строку проинтерпретировать и выполнить ну собственно вам вашу операцию 1 дата фреймом но в принципе все эти же операции он поддерживает как просто вызов методов не какие-то с этим ну как бы взаимодействия то есть данном случае это просто select двух колонок и и прибавляем ко второй колонке единичку и выводим ну собственно сэмпл данных там фильтр это такая же просто штука базовая операция которая позволяет отфильтровать из дата фрейма все строки в которых эйдж ну то есть возраст больше 21 то есть оставить всех людей которых больше 1 21 это просто с дефолтной документации скопипачены поэтому там понятно что миллион разных операций есть просто уже некоторые примеры сам что-то не хватает то просто смело идите в документацию и там что все что вы захотите 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 скорее всего будет реализовано ну собственно есть еще базовая операция грубой по колоночке с каунтом количество элементов окей вот есть некоторая новая структура данных после лекции я скину в чате к ссылку на гитлап аккаунт заданием там ну собственно вы можете либо использовать и реализовать это задание также на rdd их который рассказал прошлом ну собственно прошлой лекции либо можете сделать это на дата фреймах или дата сетах как вам хочется мне без разницы собственно смотрите помните я говорю что есть некоторые сырые данные и потом нам нужно эти сырые данные как-то превратить в то что-то в какую-то числовую форму который можно скормить модели ну собственно spark 0 предоставляет кучу всяких механизмов для работы и при процессе нка данных я один лишний него потом друг ну ладно ну собственно я расскажу про не некоторые наиболее часто встречаешься встречающихся так-то их тоже в документации довольно много ну то есть например вектор ассемблер что за штука смотрите вот у нас есть несколько фичей и мы хотим объединить их в единый ну-ка в единую колоб колонку типа вектор хотя каждый из фичей может быть представлен как бы ну что-то как вектор что-то как просто кого-то брать человечество числа целочисленное значение ну собственно что мы делаем мы применяем как раз вот этот трансформер и на вход ему подаем те колонки которые мы хотим объединить а на выход название колонки в которую должен быть записан результат объединения ну собственно вызываем метод transform и получаем новый дата фрейм в котором у нас новая колонка совсем плохо видно особо вызвал двух метров сетку от колонс и создание объекта передача двух основных аргументов в принципе мы передаем какие колонки хотим объединить в единую колонку типа века и название колонки которые будут все записаны ну собственно у нас получается колонка типа вектор со всеми фичами вот тут кстати более больших пример тут то видно надеюсь вот ну собственно то что я сказал ничего интересного но мы создали дата фрейм просто не расслушаться а секью а извините да секью это скаловская коллекция типа высокоуровневая ну типа да да мнение секвенс это последовательность вектор создание вектора вот это вектор вектор с dance смотрите что происходит мы вызываем спарк говорим создай нам пожалуйста то фрейм вот от этой коллекции вот и говорим что для каждого элемента этой коллекции колонки по позиции называем ну как как она ну и задаем им колонки у нас получается таблица из одного элемента из одной строчки вот с такими вот колонками то есть сейчас я назад верну вот вот так она выглядит то есть если вы ввести эту табличку то будет ну собственно не ставим фоне кода будут так как табличка нет первой части я просто срающим вот смотрите вот смотрите вот мы создали объект трансформ задали параметры объекта дальше мы переда передали этому объекту наш датасет который мы сделали он создал ему новую колонку типа фич с которым указали который является объединением всех вот этих данных которые мы указали не всех а вот этих точнее how mobile и user фич с еще кроме агишника да и клик вот ну и собственно дальше просто показали сэмпл данных это аргумент по-моему я не помню что он назначит но по-моему типа как играет какое-то ограничение на вывод тебя через чисто предпринцип результатов можешь но я точно не помню если честно ну типа как это на вывод скажется там типа скорее всего какое-то ограничение то сколько строчек писать или что-то такое может быть вру не помню я сейчас ни разу не использовал true не false вот импутер ну тут есть пример да смотрите спарк это фреймворк который есть который написано скале да но у него есть интерфейсы для разных языков это питон там джава даже р по моему гости господи вот и на самом деле если программируете на спарке по большей части то синтаксис будет примерно то есть грубо говоря если вы использовали питон то вызываем этот селик будет точно такой же как и искали только будут меняться но собственно некоторые операции которые вы сдаете кастомные зависимости от языка грубо говоря и плещет импорт и скаловский вы уже не можете в питоне использовать ну потому что это скаловская штука и вот такие штуки если на питоне он будет в недоумении если ну или лямда функцию если вы в питоне напишите скаловскую то он тоже не сможет прочитать что будет ждать питоновскую лямда функцию ответил на вопрос или не ответил да 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 ну да вот я как раз этого дойду спроса говорю о том какие у них есть трансформеры то есть некоторые уже за вас написанное преобразование над данными которые обычно используют для подготовки для машинного обучения часто у нас данные с пропусками вот есть например такой трансформер импутер который позволяет как-то за вас заметите в пропуске то есть вы то есть шутка на ны но то надо поэтому вы знаете это может быть представлено в виде нулов например либо виде каких-нибудь ну что угодно может быть представлено то что вы интерпретируете как пропуск в данных собственно тут тоже первая часть мы создаем пример этого дата фрейма дальше мы ну собственно задаем колоночки на которых мы считать хотим избавиться от пропусков данных и куда ну собственно мы запишем новые колоночки без пропусков уже заполнен ну дальше фитим собственно наш импутер и получаем некоторую модельку как вы видите тут уже есть метод это уже эстиматор не просто трансформеры причем они отличаются я вам расскажу чуть позже и ну собственно какие стратегии за замены данных если у вас пропуски в данных самая тупая это выкинуть данные которых нету у вас какой отсутствие какого-то процента данных но проблема в том что можно выкинуть все данные или 50 процентов данных таким образом и все равно нужно что-то думать когда у вас придут данные уже в реальном мире с пропусками что алгоритм может себя провести непредсказуемо если вы никак не будете их заменять дальше что можно сделать можно заменить на дефолтное значение то есть какое-то не знаю на ноль минус единицы можно заменить на средний например то есть по колонке мы считаем мы знаем что у нас вот есть некоторая фича например цена категория цена в категории холодильнике и вот он предположим у нас вот нет на какой-то холодильник не знаю цены почему-то забыли напечатать ввести в базу мы можем чтобы помочь алгоритм обучиться поставить среднее что если мы поставим 0 то он будет в недоумении почему-то резко холодильник станут стоит ноль то есть так чтобы хотя бы не нарушить баланс в распределении данных по фиче которую мы собственно заменяем ну что импульсер позволяет вам как раз работать с пропущенными данными есть еще один нюанс ваши данные могут иметь разные размерности абсолютно еще у вас могут быть как сантиметры так у вас могут быть не знаю там килограммы возраст цена что угодно и для да практически ну для большинства моделей есть как модели которые к этому не чувствительны например классическая линейная регрессия довольно чувствительно к или логистическая к размерности данных поэтому их часто нужно приводить к единым ну как бы единицам измерения нормировать ну то есть вот это преобразование если я вам скажу что вот это средняя вот эта дисперсия в какую размерности нормирует не размерность извините неправильно сказал к интервал интервал загонят данные нет нет ну помните правила 3 да почему ну как ну да это правило 3 сиген но на самом деле это будет работать для нормального распределения то лишь большинство ваших данных будет распределение нормально но все равно часто применяют это преобразование даже если данные распределения ненормально чтобы хоть как-то центрировать их вот ну собственно стандарт скейлер позволяет вам как раз выполнить это преобразование над данными еще мин-макс скейлер то есть когда вы берете минимальное максимальное минимальное максимальное значение ваших данных и загоняете его в этот интервал ну собственно их существует довольно много различных подходов ну тут тоже довольно все просто как вы же на начали замечать некоторую закономерность создаем объект говорим полученные вектор ассемблером колоночку фича с типа вектор передаем на вход говорим да вы и выйди нам на на отдай нам на выход уже адско отшкалированные фичи пожалуйста не используй 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 дисперсию нормирую на дисперсию не используй средняя то есть в этой формулы типа не отнимать средняя только поделим дисперсию но если видят трупы стояли то он отнимет средняя и дисперсия ну собственно все понятно ну ванход энкодер эта штука помните про ванход я рассказывал на первой лекции вот если у вас появились как бы данные представлены в такой форме вы можете использовать ванход энкодер который представит еще писать вам сами не придется на вход дадите то что вы хотите получить и на выход получите результат в виде бинарного вектора довольно просто я забыл тут еще случайно эту лекцию выкинул один трансформер тут на самом деле по моему нужно пихать результат не сырых данных а у нас вот есть еще дополнительные трансформер стринг-индексер называется когда у нас данные представлены в виде стрингов мы сначала пихаем его в этот трансформер он каждому каждому элементу присылает индекс а потом уже над этими индексами мы применяем ванход энкодер и получаем ну собственно наш бинарный вектор давайте посмотрим как у нас представлена классификация и регрессия на этом фреймворке ну что тут происходит смотрите базовая зачитали данные дальше создали объект черного ящика вот алгоритм машинного обучения засыпали ему какие-то гипер параметр которому нужны для обучения дальше вызвали этот фит получили обученную модель ну то есть дальше ну собственно просто запретили коэффициенты которые получили логической регрессии ну собственно тут отличие только в том что для бинарные тут ну собственно мы для много класса классификации в принципе все с кластеризации примерно все то же самое что-то кластеризации вы помните когда у нас есть данные мы находим скопление данных которые располагаются ближе твою другу чем в одном кластере чем другим кластером то есть мы также зачитали данные создали объект алгоритмы которым будем кластеризовать задали колено то есть требует количество изначально кластеровка на которую мы хотим разбить данные ну собственно применяем этот алгоритм после этого на данных ну собственно с этим обучаемого с этим результаты и собственно квас регулятор это позволяет оценить метрики кластеризации и ну собственно считаем оценку качества выводим результаты ну это такой вот такие игрушечные примеры чисто посмотреть как работает аппетит на самом деле никто так конечно же модели не обучает таком в таком форматах для этого используют в основном еще более высокоуровневая api spark под названием пайплайны которые позволяют создавать ну собственно и задавать цепочки вычислений ну с припрос совместно с припроцессингом обучение модели схема метрик кросс валидации чем только всем тем зоопарком который рассказывал вам на прошлом занятии основные ну собственно базовые элементы чтобы пользоваться пайплайме что вам нужно это вам нужен ну собственно дата фрейм который вы получаете из данных дальше ну собственно вам нужны трансформер трансформеры и эстиматоры трансформеры это грубо говоря это штуки которые что-то делают с колонками вашего дата фрейма но ничего никакого ну не знаю можно так называть практически все трансформеры стейтлесс получаются можно так назвать потому что они что-то сделали например вектор ассемблер он взял две колонки объединил это в эти колонки и получил новую колонку да ему не обучался ничему никакие промежуточные данные не хранил для того чтобы объединить две колонки ему этого не нужно эстиматоры это уже такие штуки которые все-таки хранят какое-то состояние то есть например то эстиматор может быть алгоритм машинного обучения . когда вы подбирали эти параметры обучили модель вот получили объект который умеет потом ну собственно уже над обученными параметрами вызывать метод transform и трансформировать уже новый ну собственно текущего ждата фрейм добавлять ему какую-то новую колонну то есть но и смотрите вот у вас есть некоторый эстиматор вы его обучили он становится трансформером то что уже ну короче только модифицируют данные пайплайн вот на прошлый парик раз прошли такой пайплайн это просто сущность которая позволяет объединить все ну как бы наши эстиматоры трансформеров некоторую последовательность действий ну и получить потом единый объект который инкапсулирует себя всю мета информацию и собственно план выполнения всех задач ну параметры ну собственно этот параметр не знаю что по ним сказать этот параметр вот как может это выглядеть в формате собственно нашего пайплайна токенайзер эта штука которая разбивает текст на слова на токены чаще всего токены слова дальше кашин трик применяется и специально трансформер как раз для этого помните что такое хэшин трик дать с корризиями да как вон хот-энкодер только в ограниченное пространство размерность вот дальше мы сначала что делаем нам на вход идут текст мы его разбиваем на слова применяем это хэширование с коллизиями формируем наш вектор пихаем логистическую регрессию обучаем ну собственно модельку получаем результат ну собственно внизу что происходит с данными ну тут просто уже показано что когда мод на этом этапе мы получили нашу ну собственно все вот эта штука это пайплайн стиматор мы его обучаем на обучающих данных на выходе получаем модель уже обученную и на новых данных это уже трансформер то есть мы вот нам вот сырые данные какие-то новые не знают загрузила новые данные мы уже на предыдущем шаге полученную модель применяем к новым данным который автоматом прогоняет также весь процесс вы весь вот этот пайплайн она берет новые данные сбывают на слова применяет к ним хэшин трик и уже обученную и и ну уже эволюирует об обученную модель да возвращает уже обученный пайплайн ну то есть там в данном случае обучение обучение понятное дело только для логической регрессии но также он как бы весь весь план и все стейджи вычислительные инкапсулирует в себе то есть вас есть некоторые у вас есть некоторые данные и пайплайн это чтобы впихнуть модель он уже не делать некоторые при процессе к этих данных ну собственно пайплайн а позволяет все соединить в единый ну как бы цикл выполнения задач и создать единый объект который вы собственно запитите а потом получите и сможете дальше использовать на новых данных давайте быстренько посмотрим пример как это в коде выглядит ну собственно вот это как вы уже помните создание просто какого-то игрушечного дата фрейма дальше может у него есть три колонки это айдишка какая-то текст и значение 0 или единичек мы создаем некоторый трансформер который на вход берет текст ну в данном случае токенайзер и на выход будет колонка worlds где уже эти ну собственно разбиты по словам ну в данном случае просто по пробелам побьет и все дальше применять применяем хэшин 3 хотим чтобы у нас были вектора размерности 1000 ну и собственно выходом должен быть ну колонка фичис уже и дальше создаем объект нашего галактической эгрессии нашего черного ящика и создаем объект пайплайна которым сначала ставим ну собственно последовательность операций которые мы хотим чтобы были произведены над данными сначала разбитые слова смапить эти слова пространство размерности 1000 и получить модель дальше что мы делаем вот мы создали объект пайплайн взаиме этот фит на тренер на наших тренировочных данных получаем ну собственно нашу модель это при процессе плюс ну собственно сама модель сохраняем собственно дальше мы можем ее как бы загрузить мы сможем сохранить можем загрузить и вот прогнать на новых данных то есть мы берем эту модель и трансформируем без метода фит уже как мы заметили уже новый датафрейм у него появляется просто новые колонки предыщен порт по бобилити просто дефолтное название поэтому собственно сам генерирует можно их не задавать ну даже просто распечатать дальше просто собираемся на драйвер что данных мало и печатаем собственно посмотреть что происходит собственно весь пайплайн позволяет нам делать спорт позволяет нам делать некоторые тюнинг то что я говорил про кросс валидацию и так далее но тут все то же самое создается некоторый тест в это фрейм собирается пайплайн такой же как вы уже видели собственно можем создать кросс валидатор задать метрики которые мы собственно хотим оценивать на дам случае бинарные метрики ну и все то же самое на новых данных запускаем просвалидацию она разбивает за нас данные обучает оценивает вот эти метки которые мы задали объект и получаем потом на выходе ну собственно результат который может содержать и проинтерпортировать все а где обладе были прошлое доступны не укладывал это скинул филиппу он будет ну собственно чуть вопрос все есть в этом часике в там-таме да ну прям сейчас туда скинул да ребята жить еще секунду я на следующей неделе в отпуск поэтому на следующей неделе занятий во вторник не будет вы можете как раз спокойно сделать домашняя задача задачу и через вторник я тогда жду от вас результаты и еще раз я напомнюсь на пони на всякий случай как происходит обычно я выкладываю ну собственно гитхаб аккаунт там нужно сделать пол реквест желательно правильно оформлен в ту же самую папочку в которую там написано пожалуйста внимательно прочитайте кто-то делает это первый потом все начинают активно копипастить прям меняя просто название переменных или даже не меня название перемен ну собственно вы же понимаете что мне или ну как бы не сложно сравнить это и я просто те кто полностью за копипастил ну собственно получит ноль баллов за это решение ну собственно просто на всякий случай предупреждаю чтобы не было соблазна а так вам нужно будет поднять стендалон spark зачитать данные и посчитать некоторые статистики которые описаны в домашнем задании все